Привет, с вами снова прогноз погоды и сегодня мы поговорим о книжке из Индии, которая для меня оказалась совершеннейшей неожиданностью. Это «Белый тигр» Аравинда Адиги. Когда я услышал название этой книги, я подумал, что это будет либо какая-нибудь сопливая мелодрама о том, какая Индия распрекрасная и о том, как там происходит любовь, либо что это в лучшем случае будет что-то собранное по мотивам Киплинга. Название все-таки намекает на это, но оказалось, что все по-другому. И книга меня разочаровала в моих первоначальных мыслях и принесла огромное удовольствие и интерес, когда я ее прочитал. Вы не найдете здесь той Индии, которую нам показывают в рекламных проспектах, в журнальных статьях и даже в некоторых научно-популярных и документальных передачах, где Индия все равно овеяна флером какого-то мистицизма, какого-то тайного знания и великой цивилизации. Здесь Индия показана жестко, реально по-настоящему, со всем этим горелым салом в человеческом водах Ганга, со всей нищетой, со всей жестокостью и безвыходностью, наверное, бытия в этом кастовом обществе. Адига выбрал для книги очень интересную форму подачи. Книга, собственно, представляет собой письма, то ли отправленные, то ли не отправленные главным героем, премьер-министр Китая Вэнь Дзябао, который должен в это время посетить Индию и город Бангалор, где живет нынче главный герой. В Индии книга получила довольно неоднозначную оценку. С одной стороны, книге был присужден букер и очень и очень заслуженно. С другой стороны, понятно, что смотреть на свое общество под довольно радикальным углом мало кому хочется. Тем более, что литмотив этой книги, фраза, которую произносит несколько раз главный герой, прописывает ее, собственно говоря, передает его ощущения от современной ему Индии. Фраза звучит так. Ну, полное блядство. Кому читать? Всем, кто не ждал от литературы Индии ничего нового и неожиданного. Вы для себя найдете очень много интересного. Если вы любите, в принципе, прозу, приближенную к реалистической, достаточно жесткую, то это тоже книга для вас. Не читать, наверное, тем, кто любит книги вроде Шантарам и очарован Индией и не хочет в ней разочаровываться. В общем, это книга, которую я рекомендую иметь в библиотеке. А если не иметь в библиотеке, то купить вот такой вот покетбук и подарить ближнему своему, когда вы это прочитаете. Ссылочку на эту книгу вы найдете внизу под этой передачей. Это был прогноз погоды. Читайте только хорошие книги, любите друг друга и не забывайте расшаривать нашу передачу в сети. Нам это очень приятно, а вам ничего не стоит. Мы вас любим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok